...молодежь, к сожалению. Я вам скажу такой интересный пример. Вот сегодня руководители предприятий, особенно у которых есть транспорт, те предприятия, те руководители, которые хотят знать, кто водит их в транспорт. Тем более, все-таки людей водят, я не буду за маршрутки, это такого класса. И вот руководители предприятий приходят и обследуют. Приходят обследовать, провести экспертизу алкогольного и наркотического обвинения. И привели первых, там из 24, привели первых четверых ребят. Возраст 21-23. Часть, так сказать, в армии отслужила. Из четырех, которые согласились на обследование, трое употребляют амфетамины. Один употребляет и амфетамины методами. Это то есть ситуация вот такого состояния. И когда руководители предприятия, которые хотят развивать свое предприятие, там частные лица, ему говоришь, он, я говорю, я встаю, а что дальше? Я говорю, ну такая ситуация дальше. То есть, понимаете, сегодня вот из, мы говорим о наркомании, те, которые там на инъекции, на химширке, они уже достаточно, уже переквалифицировались, они уже заканчивают свое такое, вот именно химширка, препараты, это сегодня уже старый век, это уже 20-й век. То есть, у нас остатки сегодня 20-го века, это те, которые сегодня инъекционные наркоманы, те, которые сегодня ВИЧ-инфицированы. И тем, которым сегодня дана заместительная терапия. У нас расширяется на заместительную терапию. И у нас среди областных лечебных учреждений, уже в 9 лечебных учреждений области, это включает и нашу службу, и город Невропетровск, и город Кривой Рог, и, так сказать, особенно Турновка, Павлоград, это такие районы, где заместительная терапия есть. То есть, больные в наркомании, которые имеют очень большой стаж, которые имеют тяжелую ситуацию по ВИЧ-инфекции, то есть, они на грани ВИЧ-спида, их состояние, для поддержки физического здоровья, для того, чтобы они просто жили. Для этого идет заместительная терапия. Для этого идет заместительная терапия, для того, чтобы они очень изменились. Вот у нас год проходит эта заместительная терапия, многие все-таки отрицали, вот это какой-то наркотик, да, это медицинский наркотик. Но мы заменили грязный шприц, который находится в ВИЧ-инфекции, этот грязный шприц, который дает туберкулез и все социальные болезни. Мы заменили, мы даже занимаемся сегодня в аптезиатрии. Представьте себе, это психосимуляторы, которые сегодня есть, что у нас вообще в медицинской области? У нас, к сожалению, появился кокаин, никогда никакого кокаина нет. У нас очень большая сейчас потребляемость психосимуляторов. Метадол, амфетамин, метамфетамин. Это сегодня препарат ТЭК.